Всем привет! Это покупки косметики. Видео будет не очень длинное. Покажу вам свои новинки. Что-то я купила повторно, что-то... В основном практически все повторно. Это можно даже сказать мои какие-то любимчики на протяжении долгих лет и времени. Итак, давайте приступим. Первое, к чему тянется у меня рука, я всегда пользуюсь только сухим шампунем для волос от Batiste и именно XXL, который... Вот они поменяли флакончик, он уже где-то на полгода, вот так выглядит, может даже год. Почему, обращая на это внимание, для тех, кто живет в Турции, он какой-то период времени, год назад, пропадал с прилавков, его было вообще нигде не найдешь. Он был привезен только из Европы, он был очень дорогой из-за этого. Растаможка, еще и накрутка, и доставка, ну просто в три раза дороже нормы. И вот он обратно появился, где-то полгода назад в Гратисе я покупаю всегда, потому что в других магазинах типа Росмана, косметических, простых, миддл-маркета, он гораздо дороже. По карточке Гратис, я не помню честно, ну в районе 150, примерно 200 лир стоит этот бутылек. Покупаю только XXL, он там всегда у них есть, и я купила сразу три бутылки на всякий случай, я всегда про запас этой истории. Давайте сейчас по уходу пройдемся, я приобрела вот такой крем от Шанел, это Гидро Бьюти Питание Нутришн. Для сухой кожи или склонной сухости немножко это дневной крем, но он по сути без SPF, он не дневной, а универсальный. Он и на день, и на ночь, я им в принципе днем и ночью пользуюсь, по-разному бывает, но в основном у меня он дневной. В чем его особенность? В том, что это пахнет прекрасно камелиями, аромат, очень нежная, классная, сейчас покажу, сарбе, структура его. И он не забивает поры, хотя у меня кожа склонна, она комбинированная, она вообще нормальная, в летний период становится комбинированной, и участки типа Т-зоны, они бывают более лоснистые, больше вырабатываются с ебомом. И эти участки могут быть летом проблематичными, они забивают поры, поэтому дневной крем на лето для меня это особый выбор для того, чтобы не провоцировать каких-либо высыпаний на моем лице. Про упаковку, ну обычная, стандартная, огромная портянка, как всегда, и меня убила просто типа палочка, или что это, как назвать, лопатка для того, чтобы крем зацеплять. Вот что это такое? Здесь у нас, конечно, красивая гравировка Chanel, но ты каждый день зачерпывать крем вот этой фигней, конечно же, не будешь, это тупо неудобно. У меня есть классная ложечка от Санды Райли, крема их, крем мне не подошел, я его подарила, он был слишком тяжелый, но лопатка, скажем так, да, вот эта штучка, она была просто потрясающая, керамическая такая, она вообще суперская, вот это даже достать трудно. В общем, тут какая-то полосочка тут на дла, можешь идти по этим пользоваться, ну короче, это нереально, просто это выкинуть сразу. Я оставила чисто вам показать. Про крем, я им уже активно пользуюсь, он мне очень нравится, потрясающий аромат камелии, у меня, кстати, возле дома растет красного цвета камелия, и это аромат прям моей весны, она так цвела, вкусно пахла. Приятный, нежный, цветочный, я вообще люблю цветы в ароматах, в парфюмах, поэтому это аромат мой ненавязчивый вообще. Никакого бабкиного сундука или розы какой-то такой душной нет, просто приятная камелия. Что по текстуре крема, он, видите, такой сбитый как бы сорбе, и он тает при этом, он такой плотненький, когда ты, его, конечно же, лучше теплыми руками, пальцем набирать, он при этом подтаивает, его нужно не очень много, он не оставляет липкого эффекта, очень приятно, классно впитывается. Честно скажу, стоит своих денег ощущение холености, ухоженности на коже после него. Не у всех кремов, скажу честно, есть такой эффект. И у дорогих, у дешевых, неважно у каких, это индивидуально от компании, от крема это зависит, надо индивидуально смотреть. Потому что если вы купите дорогой какой-то крем, тебе говорят, что такой эффект и ощущение на коже получите. Этот крем это дает. Из минусов, я даже не знаю, мое предположение, может быть, летом в саму жару плюс 30-40, он будет для меня, возможно, комедогенен. Я боюсь, что он сделает прыщи. Ну, посмотрим, проверим, я его просто уберу и оставлю дневным кремом на зиму. Но крем того стоит, вообще не жалею о своей покупке, он нравится. Теперь пойдем по декоративке. Я купила консилер, еще один дополнительный, сейчас откажу, Huda Beauty, Faux Filter. Вообще, изначально, что это за консилер? Я им пользуюсь уже, наверное, года три, как они появились. Они очень нравятся, очень плотные. Это самый плотный консилер, который я встречала. Его минус, он кремообразный, и он может подчеркивать морщины, если они у вас есть. То есть, это очень плотный, это хорошая такая тяжелая, назовем так, замазка, которая будет держаться весь день. Этим средством очень удобно обрамлять контур бровей, например. Ничего никуда не уйдет, не смоется. Вообще его даже смыть с кожи довольно-таки трудно. Надо чистящим средством, отмывающим, да, то есть, какими, ну, мицелляркой, вот этими всеми делами. То есть, просто водой, он водостойкий, его не смоешь. На лето, вот в турецкую жару, все прочее, вот этот консилер классный. Я его маленькую капелюшечку, буквально там синячки чуть под брови, как бы, ну, оформить брови, когда делаю все больше. Ну, он очень нежный, хороший расход, маленький. Он очень плотный, его надо немного. Прекрасное средство One Love. Что я сделала? Они обнабили упаковку, она раньше другая была и гораздо меньше. Действует, тут написано, 14 часов, а раньше было 24. Они его разбавили, скажу сразу. Он стал более жидким. У меня оттенок Coconut Flakes 2.7N Natural. Желтоватый, сразу скажу, набрала его на лето, поэтому на загорелую кожу будет хорошо. Дизайн самого не изменился. Здесь мой старый и новый. Старый у меня был в оттенке Honey 1.7B. Но он, мне честно скажу, даже на зиму довольно-таки был светлым. Поэтому я сейчас ими пользуюсь вместе. Капельку того, капельку того смешала. Сейчас оттенок просто идеальный. Текстура дополняется. Почему? Я фанат кремовых вот этих плотных. Когда они его разбавили, сейчас, видите, немножко отличается по дизайну. Здесь в старом формате розовые буквы, здесь они просто чисто белые. Все единственное отличие, ничего больше не поменялось. Разница какая? Я сейчас, давайте тогда капну. Есть дело в цвете, цвет не смотрите, но по текстуре возможно увидеть. Он стал жидким. И с этой жидкостью, естественно, он стал более прозрачным. Как водичка. Вот и все. И по факту это теперь другой консилер. Мне такого не похож. Как говорится, знаете, то пальто. Да не то. Надо было мне Б брать букву, не Н. Мне слишком желтый для меня. Вот их оттенки. Вот это просто вода. А это вода, но она плотная. Присмотритесь, если это, я думаю, это будет видно. Если вместе перемешаем, цвет становится сейчас идеальным, хорошим. По отдельности сейчас один у меня светлый, второй очень жирный, рыжий и темный не подходит. Вместе идеально. Я ими сейчас пользуюсь. Не знаю, посмотрю летом, как и для лета, возможно, вот эта его жидкость, текстура, это и неплохо. Знаете, на что он стал больше похож? У меня раньше был, я показывала, это тоже был мой, да, появление Худу Бьюти, любимый консилер, это Clorans в старом формате, вон он в таком тюбике треугольном как будто. И там у меня был цвет 00, есть 01, 02, они желтые больше. Берите цвет 00. Он сейчас на золотом яблоке, видела я его, я думала, может купить, чисто вот чтобы был по старинке, потому что какой-то промежуток времени его в продаже вот года два вообще не было. Вот он жидкий, но при этом хорошо пигментированный, хорошо замазывает или хорошо скрывает синяки. Легкость у него есть, да, он тоже подчеркивает морщинки, то есть у него там просто есть, туда все скатается, все попадет, особенно если это жара. То есть это должен быть и климат, и погода холодная, чтобы у вас что-то не попадало, или зафиксировать это хорошо пудрой. То есть это не все консилеры вообще с этим справятся. Я, наверное, закажу еще раз Tarte Shape Tape. Он более кремный, вот эта кремовая текстура у Shape Tape мне нравится больше. Скорее всего, я повторю в следующий раз Shape Tape. Но это уже ближе к зиме, я посмотрю сейчас, как лето пойдет. Пока что у меня этой нужды, потребностей в консилере нет, уже у них целых два. И дальше к ностальгическим приятным покупкам. Заказ я сделала на официальном сайте Lancome в Турции. Мне дали классные пробники, им огромное за это спасибо, потому что в Sephora, если ты делаешь онлайн заказ в Турции, тебе покладут один-два пробника. Но они молодцы, они выбирают, смотрят на твои покупки. Если у тебя есть история, они стараются реально сформировать тестер, либо пробник, или по истории твоих запросов что-то на сайте. Я это точно просекла. Я искала мужу парфюм недавно новый, и они мне положили в упаковку как бы тестер парфюма мужского. И по факту, да, yes, мужу, он понравился. Это очень было похоже на то, что я открывала на их сайте по пирамиде ароматов. Они отслеживают, стараются. Ну, мало, это не пробники. Пробники, знаете, сошетки всякие. Обычно тухи всегда покладут, или какую-то фигню не нужно. Их производство Sephora. Может, кто-то любит. Я сразу говорю, ненавижу косметику производства Sephora, потому что она отвратительного, ужасного качества. И своих денег вообще не стоит. Я ни один раз ничего хорошего в их производстве не купила. Но мои личные мнения не имею на это право. Что я заказала в Lancome? Я купила Juicy Tue. Помните, такой блеск для губ? Мне какая-то ностальгия. А я сейчас расскажу, какая. Я думаю, приобрести. Наконец-то у Yves Saint Laurent были раньше бальмы для губ, бальзамы нескольких оттенков с железной такой упаковки, как помады. И помады такие были. И 7 лет примерно их не перевыпускали. Их не было в продаже. Они исчезли. И буквально 3 недели назад мне Sephora присылает уведомление, что они появились в продаже, в обновлении. Оттенок, который я хочу, он сейчас распродан. Но я подожду. Или я в Diti Free его скоро куплю. Короче говоря, я такая ностальгия. У меня пошла в Yves Saint Laurent. И я начала думать, я куплю этот бальзамчик. Так я люблю его аромат, саму текстуру на губах. И такая, ой, а еще у меня был любимчик раньше, Juicy Tubes. Как-то он у меня был вот такой. Как-то был в упаковке из трех миник разного цвета. Я покупала их в Diti Free. Ой, вру, даже там 6. Там вся линейка была. 6 этих блесков для губ, бальзамов. В миниатюрках. Но они мне, честно говоря, так валялись по сумке. Я им особо не пользовалась. У меня здесь оттенок 03 Dream Cycle какой. Dream Cycle. Dream Cycle, наверное. В общем, вот такой розовый, молочный. Он у меня сейчас на губах. Как я им пользуюсь? Каждый день я наношу карандаш какой-нибудь коричневый, розовый. Неважно, какой подтекст. И немножко холодинку дает вот этот молочно-розовый отлив этого бальзама для губ. Мне очень нравится эффект. Ничего за все эти годы я им пользовалась 10 лет назад. Не изменился. Не изменился тюбик, не изменился аромат. Все абсолютно такое же. У меня какое-то, может быть, ощущение ностальгии. Короче говоря, мне это приятная история. Я прям кайфую, с удовольствием пользуюсь. Подумываю приобрести с блесками еще их такое же. Но сразу скажу, у меня не очень приятные ассоциации остались в прошлом, когда я им пользовалась. Потому что эти блески, они были такие травмирующие, на губах они чувствуются. Мне нравится, когда даже блески есть такие. У Анастасии Беверли Хиллс, например, жидкая помада с блестками. Можно бальзамом, в принципе, назвать. Они классные тем, что эти блестки ощущаются вообще на губах. Вот ты как нанес глянцевое приятное покрытие, блесток нет. А вот смотришь в зеркало, они есть и отражаются. Вот здесь раньше по формуле блестки были огромные, ощущались на губах. Кто этим пользуется и фанат, напишите, вы ощущали блестки или нет. Или это у меня одной такой загон какой-то был. В общем, поэтому я раздумаю над покупкой. Пока вот этот есть, буду пользоваться. Очень мне нравится. Либо, может быть, цвет более яркий, розовый купить. Подумываю, короче, об этом. Довольно покупка. Также к покупке Lancome щедро мне дали парочку пробников. Здесь у нас тональный крем обновленный. У меня он был в старом формате. Кстати, им за это огромное спасибо, что положили. У меня Tent Idol Ultra Wear от Lancome. У меня был просто Tent Idol. Оттенок, конечно, трэш 315C. Он у меня сегодня на лице. Но он трэш какой ужасный. Желтый. Это для прям загорелой турчанки летом. И тонер не каждый подойдет. Я его разбавила. У меня есть капли белые для тональных средств и кремов различных. Текстур разбавила. Я его разбавила. Ну, очень желтый жесть. Я думаю, даже на загорелую кожу мне, конечно, не подойдет. Но очень тонкое вуальное покрытие с неплохим перекрытием. Но это не тот Tent Idol, который был раньше. Он стал более жидким. Он стал более... Менее кроющим. Более легким. Поэтому то, что было раньше и обновление. Но этому обновлению год, на самом деле. Просто мой тональный этот Lancome был 4 года назад примерно. Поэтому я называю его таким, да, старым. Это было давно и неправдой. Короче говоря, я его покупать не стану. Спасибо, что положили. У меня была мысль повторить эту покупку со временем. Нет, не буду. Он классный, что он не суперплотный. Но он и не перекрывает ни текстуру. Цвет перекрывает, но не сильно. Текстуру... Он все равно западает в поры, если они крупные. То есть они подсвечивают эти поры. В общем, что-то такого любви, эффекта вау и желания приобрести это средство у меня не возникло. Ну, им спасибо, что у меня это желание отбили. И такую миниатюрку масла от Lancome положили. Это... Концентрат, короче, активный для лица. Сыворотка или масло. Я даже не открыла. Давайте посмотрим, что это. А, это сыворотка. Но у нее почему-то четкий спиртовой оттенок. Прикиньте, аромат спирта. Это сыворотка. Я думала, это масло для лица. Я маслами не пользуюсь, чтобы не забивали поры от греха просто подальше. Да, это сыворотка. Нелипкая, мягкая. Но она пахнет алкоголем. У меня одной вопрос. Зачем в сыворотке алкоголь? Что-то это прикол какой-то. Ничего тут не написано. Не для продажи 7 миллилитров. Ребят, кто таким пользуется вот этой штукой? Может, у меня, конечно, галлюцинация. Но мне кажется, что это алкогольное что-то. Типа что? Сыворотка с алкоголем? Ну, ок. Окей. Допустим. Вот такие покупки у меня недавно были. Пишите комментарии про средства, которыми пользовались. Нравятся они вам? Может быть, я признательна всегда. Если вы пишете какие-то новые продукты, чтобы пользоваться, попробовать, я буду признательна вам. Спасибо большое за внимание. До новых встреч в следующих видео о косметике. Всем пока.